Второй спектакль будет называться Нескучный сад Там заняты старшие группы, это 5, 6, 7 класс Нескучный сад, все знаете, москвичи, это место от Воробьева города, парка между Воробьевыми горами и парком Горького Есть Нескучный сад, старинный, там были усадьбы князей Пробицких, Голицыных И они объединились в такой культурный центр Который раньше был Нескучным садом, потому что там происходили разные Нескучные дела Всякие представления и так далее Но потом парк Горького, как бы, все-таки стал сильнее, интереснее И Нескучный сад немножко потерял свою привлекательность Но мы вспоминаем, как бы, былые времена, когда Нескучный сад был интересным местом Начали! Как тут красиво! Я здесь еще ни разу не была! Я тоже! Нескучный сад? Странное название Здесь как-то необычно, как будто бы... Время остановилось Прикольно! Даже как-то не по себе! Давай сфоткаемся! Давай! На свой телефон! Хорошо! Давай! Вот здесь? Да! Нормально? Давай! Проверь! Сюда! Давай! Покажи! Эх, нас бы вместе кто-нибудь сфоткал! Вон, тетка идет! Давай ее попросим! Прикольная тетенька! Может, не надо? Да ладно! Тетка как тетка! Даже интересно! Давай! Здравствуйте! Сфотографируйте нас, пожалуйста! Здравствуйте, молодые люди! Я вам с удовольствием помогу! Только объясните, что нужно делать! Это просто! Наводите на нас, видите картинку и нажимаете вот на эту кнопочку! Да! Действительно! Очень просто! Я готова! Идем! Спасибо! 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 У меня идея! Можно мы с вами сфотографируемся? Вы такая... Такая... Необычная личность! Спасибо за необычный комплимент! Но я вынуждена вам отказать во избежание недоразумения! Да какие могут быть недоразумения? Вы прекрасно выглядите! Мы тоже неплохо! Будут замечательные фотки! Ну, пожалуйста! Пожалуйста! Очень вас просим! Молен, ну... Будь по-вашему! Но я вас предупредила! Отлично! Фотосессия «Нескучный сад» начинается! Сначала я и вы! Фотографируй! Сюда, пожалуйста! Теперь мы с вами! Вот там! Давай! Пожалуйста! Смотри! Теперь все вместе! Посмотри! Что это? А где вы? Мы есть! А вас нет! Наверное, что-то с камерой! Давайте еще раз... Нет! Бесполезно! Я же вас предупреждала! Как же так? Мы же вон там вместе стояли! Вот я... А вас... Нет! И вот здесь мы с вами вместе сидели! Вот я... А вас... А меня... Нет! Меня просто... Нет! Да ладно! Хватит нас разыгрывать! Как это нет? Ведь вот же вы! Мы вас видим, слышим... Это иллюзия, мираж, если угодно! Вернее, я есть субъективно, но объективно меня нет! Ну, вы насовсем вам! Скажите, кто вы? Это долгая история! Мы никуда не торопимся! У нас каникулы! Я тоже! Уже давно никуда не тороплюсь! Хорошо! Слушайте! Вы знаете что-нибудь про пиковую даму? Это карта такая есть! Дама-пик! И это все? Нет, нет! У Пушкина, по-моему, что-то есть! Про пиковую даму! Уже теплее! Да! Александр Сергеевич Сашенька написал свой опуск под таким названием. А его героиней стала некая графиня, которая в силу сложившихся обстоятельств вошла в сговор с легендарным графом Сен-Жерменом. И он открыл ей тайну трех карт. Эти три карты помогли поправить ее материальное положение, но изменили всю ее жизнь. Да, я что-то про это слышала. А при чем здесь вы? И почему Пушкина вы называете Сашенькой? Да потому что Сашка! Александр Сергеевич писал эту графиню с меня. Как с вас? Это ж было гонка когда-то. Вы же, вас же... Да ладно! Хватит нас разыгрывать! Концеты концов! Кто же вы? Я княгиня Наталья Петровна Голицына. Я пиковая дама. Та самая? Да, та самая. Александр Сергеевич с присущим ему талантом много чего обо мне нафантазировал. Но он не знал, что я была прилежной ученицей графа Сен-Жермена. И кроме тайны трех карт, он поведал немного других секретов, среди которых был секрет вечной молодости и вечной жизни. И вы с тех пор так и живете? Так и живу. А это мой сад. Мой нескучный сад. И вам здесь не скучно? Не скучно. За эти годы и столетия я здесь много чего и кого повидала. Гори, радости, трагедии, комедии, судьбы людей, народа. Все прошло перед моими глазами. Здорово! Как я вам завидую! Не завидуйте. За все есть своя цена. А какая? Об этом вам лучше не знать. Ну, расскажите нам вам историю вашей вечной жизни. Ну, хотя бы немножко. Самое интересное. Пожалуйста. Странная просьба. Никогда такого не было. Хорошо. Попробую. Только вам придется мне помочь. Вы будете не только слушателями, зрителями, но и участниками этой истории. Согласны? Не боитесь? Ну, я как-то не знаю. Ты чего? Потом ребятам расскажем. Вот все обалдели. Мы согласны. А как мы попадем в вашу историю? Нам поможет одно очень интересное место. Вот оно. Эстрада? Нет. Это сцена. Здесь, когда-то в дни моей настоящей молодости, был воздушный театр. Театр под открытым небом. На этой сцене выступали знаменитые артисты и музыканты со всего мира. Этот театр открывает портал времени. Он поможет нам попасть в мою историю. В историю нескучного сада. Идите вперед и ничего не бойтесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Аплодисменты. Аплодисменты. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что было, о чём вспоминать?